Кровли крыши собраны из кусочков словно мозаика. Именно так выглядит покрытие дома номер 18 по улице Большой Арнаутской. Пока в жилищно-коммунальной службе говорят, что кровельщика нет, горожанам приходится каждый дождь встречать с тазиками и ведрами. Отметим, что крыша фасадного корпуса данного дома более года находится в критично-аварийном состоянии. Еще с весны прошлого года горожане каждый дождь встречают с тазиками и ведрами. Дырявое покрытие не защищает даже от мелких моросящих осадков. Как отмечают местные жители, в прошлом году якобы проводился ремонт. Однако сквозь крышу как текло, так и течет. Тогдашние ремонтные работы местного кровельщика привели лишь к тому, что выделенный шифер пропал, а воронка для стока поломалась. Сейчас над квартирой зияет дыра размером 200 на 50 сантиметров. Горожане опасаются, если пройдет очередной дождь, то жилье полностью зальет. Ведь шифер собран из кусочков, латка на латке. Одесситы уже несколько месяцев выбивают пороги жилищно-коммунальной службы. Однако результата никакого. Привлечь внимание к проблеме они решили через единый центр обращений граждан. В своем письме пишут. Крыша дома больше года находится в критично-аварийном состоянии и нуждается в безотлагательном ремонте. Прошлогодний ремонт был фикцией. Как текло, так и течет. Ходим месяцами без толку. Последний дождь, вода просто лилась на чердак и в подъезд. Воронка прохудилась и даже в самый небольшой дождь заливает стену дома водопадом. Просим вас срочно принять меры и помочь выделить специалиста, способного перекрыть эту крышу и починить воронку. Если местные чиновники в срочном порядке не отреагируют, то в скором времени будет, как в песне бременских музыкантов. Наши стены сосны великаны, наша крыша небо голубое. Уважаемые чиновники, давайте не доводить до этого, ведь потом ремонт кровли обойдется гораздо дороже.